Всем доброе утро! И слава Богу, что наши слова могут прорезать любые ветра, любые бури, снегопады, потому что слова сильнее. И потому мы говорим «Доброе утро! Благословенный день! Открытые наши сердца, открытые небеса!» И да, поможет нам Господь не просто знать, что Он правит над всеми стихиями, а что нас эта стихия иметь не может, когда мы под Его защитой. И потому мы делаем то, к чему мы призваны, поэтому мы творим то, куда Он нас поставил творить, и Он доверил нам свои участки. Участки на планете Земля, участки в наших семьях, участки в нашей собственной жизни, в собственных сердцах, потому что то, что есть внутри нас, это наша личная ответственность. И когда люди говорят «Меня обидели», «Меня не поняли», «Меня не приняли» или «Унизили», это ты принял то, что ты назвал. И принял такое решение, либо принял какое-то обвинение, согласился с этим обвинением, и поэтому живешь с болью. А на самом деле, когда ты понимаешь, что люди не ответственны за то, что ты чувствуешь, а ты ответственен, какой выбор делаешь, тогда ты будешь, соответственно, решать этот вопрос. А я не принимаю обиду, я не принимаю унижения, потому что я знаю, кем меня сотворил Бог, я знаю, кем Он меня поставил, чтобы я шел и приносил плод, а значит, я пойду и буду делать. И потому, друзья, когда мы такие решения принимаем, во что это выливается в нашей жизни? Верный человек богат благословениями. И это то удивительное Божье обещание, которое он сказал, да, у тебя будут разные обстоятельства, но тебе надо остаться верным. И когда ты верный, тогда все, что приходит в твою жизнь, оно приходит с результатом. Итак, мы сегодня с вами рассматриваем последний стих 18-го псалма. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Слова уст моих и помышления сердца. Мы с вами уже говорили о том, что слова сильнее мысли, но мысль рождает слово, поэтому она становится как исток для слова. Сама по себе мысль, откуда она рождается, вот это еще один вопрос достаточно интересный. И потому Давид здесь говорит, да будут слова уст и помышления сердца. Видите, он делает уже акцент на некоторое место, откуда выходит мысль, помышление сердца, не помышление разума. Потому что сердце там источники жизни. И если боль попала в сердце, то и мысли пойдут наполненные болью. Поэтому нам не просто так Господь дал предупреждение. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Я желаю сегодня, завершая этот псалом вместе с вами, сказать, Господи, дай мне действительно такие слова в уста мои, и такие мысли, чтобы они были тебе благоугодны, чтобы в моей жизни вот эти слова, завершающие этот удивительный 18-й псалом, они были созвучны с тем, что говорил Давид. Да будут слова уст моих и помышления сердца благоугодны пред тобою, чтобы Господи твердыня моя и избавитель мой. Мы сами можем принимать решения, но помощь, она приходит нам от Господа. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы никогда не пренебрегли этой помощью, а всегда взывали и говорили, Господи, мне нужна Твоя помощь, чтобы преодолеть те мысли, которые мне навязываются, те слова, которые я привык произносить при тех или других обстоятельствах, но чтобы мой словарь был действительно откорректированным Тобой, чтобы я говорил только то, что хочу завтра или сегодня иметь. И так у нас с вами действительно есть сегодня такая удивительная возможность согласиться и об этом поговорить с Богом. Небесный Отец, я благодарна Тебе, что мы можем вместе с Давидом сказать, и это молитва согласия, согласие с Давидом и согласие с теми людьми, кто вместе сейчас может со мной обращаться к Тебе. Вот в этот сезон, когда, может быть, пурга застилает все, что видят наши глаза и даже глаза, но я благодарю Тебя, что мы можем говорить, пусть помышления сердца и слова уст будут Тебе благоугодны. Господи, сил, твердыня моя, и тогда мы не поколеблемся, и тогда мы пройдем все дороги, по которым нам должно пройти, потому что мы произносим эти слова и говорим, буря умолкни, ветер перестань. Мы произносим слова, которые позволяют нам не останавливаться там, где мы есть, а продвигаться только вперед. Я благодарю Тебя за каждого человека, который знает Тебя лично, который слышит голос Твой, который понимает Тебя и не останавливается на достигнутом. И мы хотим быть в этом числе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания уже в более благоприятном периоде погоды, сезона. Я верю, что не всегда будет так, как сейчас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»